Добрый день, меня зовут Смирнова Лиза. Я отвечаю за охватные медийные продукты и в частности за главные страницы. В этом ролике я расскажу, как за несколько минут создать и запустить кампанию на главных страницах с оплатой по фиксированному CPM. В новом интерфейсе Директа после нажатия на кнопку «Добавить» необходимо выбрать тип кампании с фиксированным CPM. Первым шагом необходимо заполнить базовые параметры кампании. Начнем с названия. Выбирайте простое и доступное название, которое без труда позволит вам сориентироваться в списке кампаний и найти нужную. Следующим шагом необходимо выбрать продукт. Вы могли определиться с ним ранее, поэтому просто выберите нужный продукт из выпадающего списка. Если же продукты главных страниц вам еще не знакомы, то больше информации и подробный прайс-лист вы можете найти на сайте рекламной технологии в разделах «Рекламные продукты», «Медийная реклама». В качестве примера в этом ролике мы будем заводить размещение на десктопной главной странице. После выбора продукта переходим к периоду размещения. Баннер на главных страницах с оплатой по фиксированному CPM может быть размещен строго на 7 календарных дней, при этом старт кампании должен быть в понедельник, а окончание, соответственно, в воскресенье. Если на выбранный вами период не подходит по этим параметрам, интерфейс покажет предупреждение о необходимости его корректировки. Далее необходимо указать объем показов, которые вы запланировали для размещения. Обратите внимание, что все продукты с фиксированным CPM имеют минимальные пороги по объему показов. Быстро сориентироваться, какой порог в выбранном вами продукте, поможет поле «Подсказка» справа, где указаны все основные параметры продукта. Для данного продукта действует ограничение в 6 миллионов показов в неделю. Если вы ввели меньший объем показов, чем необходимо, то увидите подсказку «Завести продукт с меньшим объемом не получится». Поскольку мы заводим компанию с фиксированным CPM, то стоимость за 1000 показов известна заранее и зафиксирована. От нее и указана вами объема показов автоматически будет посчитан бюджет вашей рекламной кампании на главной странице. Если вы хотите достроить инкрементальный охват к ТВ-кампаниям или охватить тех пользователей, которые мало проводят времени за просмотром телевизора, то в качестве дополнительной настройки на кампании вы можете использовать таргетинг на Light TV Viewer, тех, кто мало смотрит ТВ. Таргетинг применяется на всю кампанию. Для продуктов регионы есть возможность выбора регионов размещения. Вы можете выбрать или один регион на 4 недели, или 4 региона для одной недели размещения. Для всех остальных продуктов геотаргетинг фиксирован и зависит от выбранного продукта – или вся Россия, или Москва и область, или Санкт-Петербург и область. Также на этом этапе настройки кампании вы можете указать счетчики Яндекс.Метрики, чтобы в дальнейшем оценивать эффективность размещения. После того, как мы задали основные параметры кампании, можно переходить ко второму и третьему шагу – созданию групп и объявлений. В кампании с фиксированным CPM вы можете создать несколько групп объявлений, но самой первой будет создана автоматически обязательная группа. Эта группа объявлений по умолчанию не имеет никаких дополнительных таргетингов, кроме основных, заданных кампаний – платформа, география и опционально таргетинг на Light TV Viewer. И изменить в обязательной группе никакие параметры также нельзя. Дополнительно в рамках кампании на главной странице вы можете создать еще несколько групп объявлений, для которых задать таргетинги по соцдему, географии или интересам. Важно, что весь трафик, который органически приходится на кампанию, распределяется по группам следующим образом. Тот трафик, что относится к выбранным интересам, придется на группы с соответствующим таргетингом, а тот, что им не соответствует, на обязательную группу. Как уже озвучила ранее, обязательная группа создается автоматически. Она не должна быть заархивирована и к моменту старта должна содержать все необходимые баннеры. Без нее кампания не запустится. Чтобы не потерять эту группу, не удаляйте из названия слово «обязательная». Это поможет быстро идентифицировать ее в списке остальных групп. После создания обязательной группы можем приступить к формированию объявления. Первым шагом загружаем необходимые креативы в соответствии с техническими требованиями для данного продукта. Так, например, для десктопной главной необходимо два формата баннеров – 728 на 90 и увеличенный – 1456 на 180 для показа на мониторах с более высоким разрешением. Обратите внимание, что сейчас в Директе, в кампаниях на главной, вы можете использовать как HTML5 креативы, так и графические баннеры, а также их сочетание. После загрузки баннеров необходимо указать ссылку на посадочную страницу, а также пиксель на показ, если необходимо. Рекомендуем также использовать пиксель Яндекс.Аудиторий, чтобы собрать тех пользователей, кто увидит баннер на главной, чтобы выстроить цепочку коммуникаций и догнать их с помощью баннеров в медийных кампаниях. Как говорила ранее, в рамках кампании на главной можно создать также дополнительную группу объявлений с таргетингами. Для этого на уровне групп нажимаем на соответствующую кнопку и создаем таргетированную группу объявлений. В рамках этой группы объявлений мне интересно таргетироваться на мужчин, автолюбителей и сперми, поскольку есть отдельный креатив и оффер для них. Соответственно, я могу задать регионы показа и соответствующие таргетинги. Обратите внимание, что если вы хотите пересечь несколько интересов по параметру «или», то задавайте их в одном наборе. Если же по параметру «и», то в нескольких. После настройки таргетингов сохраняем группу и повторяем шаги по созданию объявлений. Продолжение следует... Созданная компания и группа объявлений будут находиться в статусе «Черновик». Необходимо отправить компанию на модерацию. После чего команда поддержки проверит корректность заданных вами настроек, а модератор проверит креатив на соответствие техническим требованиям и правилам размещения рекламы. Если все корректно и настройки, и период, и баннеры, компания приобретет статус «Ожидает даты старта» или «Идут показы». Если вы указали некорректный период, не 7 дней или старт не в понедельник, то ваше бронирование будет отклонено, о чем вы увидите соответствующее уведомление в интерфейсе. Если баннеры были отклонены, то рядом с компанией загорится красная лампочка, а подробные причины отклонений и комментарии модераторов вы сможете найти на уровне объявлений при клике на знак вопроса. Если у вас останутся вопросы, вы можете связаться с поддержкой или обратиться к справке и в соответствующих разделах найти интересующую вас информацию. Желаю вам успешных рекламных кампаний на главной странице!